Всем привет, с вами X-Doping. Сегодняшний герой Витор Белфорд. Феномен раннего UFC, размолотивший Вандерлея Сильву, танка Эббота и других ярких представителей эпохи. Впоследствии Витор столкнулся с тяжелыми испытаниями судьбы, о которых подробно рассказывал ММА Трэш. Белфорд смог их преодолеть и перезапустить карьеру так, что у всех, включая меня, отвисла челюсть. За 10 лет он не довел ни одного боя до решения судей. Топовые бойцы отлетали от хайкиков и вертух. Удары с рук заставляли соперников в буквальном смысле летать. Майкл Биспинг так вообще в итоге лишился глаза. Однако впечатляющее перерождение бразильца обернулось не менее впечатляющим падением с Олимпа. В этом ролике я разберу его возвращение в UFC 2009 года. Предысторию сделаю в скором будущем. Бои Белфорта, а также турниры, в которых он участвовал, удобнее всего смотреть на сайте UFC Fight Pass. В конце я расскажу свое мнение по поводу использования Витором ТЗТ. Тестостеронозамещающей терапии. Автор самого интересного комментария на следующей неделе получит 500 рублей. Если Витор тебя потряс, будь уверен, он набросится тут же добивать. Он настоящий киллер. У него быстрые руки. И что? Главный вопрос в том, сможет ли он совладать с моей выносливостью. Если он выйдет в октагон и победит Рича Франклина, то тогда выйдет на бой против Андерсона Сильвы. Я хочу этот пояс. Я уже держал его. Знаю, каково это. Сентябрь 2009. Возвращение Белфорта в UFC. Рич Франклин успел выиграть уже потерявшего былую мощь Вандерлея Сильву и уступил раздельным решениям Дэну Хендерсону. Бой закончился довольно быстро. Витюк смог нащупать выключатель за ухом Рича. У Джо, походу, аж в ухе зазвенело. Ух уж эти бразильцы. Вся слава Всевышнему. Спасибо всем фанатам. Мне очень не хватало этой атмосферы. Я здесь не просто так. Я жестко тренировался. Меня не было дома почти три месяца. Я спрашивал у тренера, как он меня срубил. Мне надо будет посмотреть повтор. О, давай прямо сейчас глянем. Роган в своем репертуаре. Хотя, знаете, в те времена нокаут не был отмазкой от интервью. Это больше, чем просто два парня, пытающихся вырубить друг друга. Это мое наследие, мое новое достижение в этом спорте. Этот парень самый крутой в мире. И все тут. Пока бой не перейдет вниз, у Андерсона Сильве будет преимущество перед любым соперником. Цель не избежать поражения, а победить. Этот бой мы все помним. К тому моменту Сильве уже выдал свой шедевр с Гриффином. И сегодня вечером снова всех удивил. Андерсон – великий боец. Я тренировался с ним в прошлом. Он надирал мне задницу на тренировках. Обещаю. Я вернусь и привнесу огонь снова. Люди платят за хорошее шоу. Это я им и даю. Если он захочет со мной размениваться, то улетит спать. Когда я дерусь, то принимаю немного урона, чтобы доставить свои удары. Я иду за нокаутом, а я здесь именно для этого. Так что не идите за попкорном, а то все пропустите. Этот парень проводит огромные концерты у себя дома. Он большая звезда. Через полгода. Йошихиро Окияма. По крикухи «Сексияма». Больше похоже на прозвище сотрудника «Бразерс». Японец пришел в UFC со статистикой 12-1. Не вижу смысла раскрывать этого персонажа, так как он отлетел очень быстро. Витор в тот момент активно тренил с Рэйм Сэфу. Это был винтажный Витек. Ты действительно вернулся. О да. Многие сейчас страдают от просевшей экономики. Если я смог создать себе хорошие условия, то вы тоже сможете. Следуйте своей мечте. Ну а своим коллегам я скажу, будьте наготове. Мои кулаки сделаны из стали. Он один из самых быстрых бойцов в ММА. Точка. Скорость его ударов – это нечто. Но он может срубить и одним попаданием. Однако Рамбл тоже обладает пушечным ударом. Когда он посмотрит мне в глаза, то поймет, что оказался в большой беде. Он встретит очень голодного льва. Через пять месяцев Рамбл Джонсон, в очередной раз проваливший взвешивание. Причем аж на пять килограмм. Безо всякой разведки, оба нокаутера быстро принялись за дело. Оказавшись в гарде бразильца, Джонсон не проявил достаточно активности. И судья быстро вернул их в стойку. Где Витек показал, кто тут батя. И вынудил Рамбла снова лезть в борьбу. Где он быстро остался без кислорода. Все его пять поражений в карьере прошли именно удушением сзади. Я сбросил одиннадцать килограмм за четыре дня. Вот что значит быть профессионалом. Ты идешь на жертвы, чтобы добиться славы. Я не могу контролировать исход боя. Но мой настрой на бой непоколебим. Я не случайно попал в UFC. Я атлет с непревзойденной ментальностью. Я уже старый лев, но стопроцентный боец. Этот вызов меня не пугает. У меня есть свое видение. Когда Витор попадает, и тебе больно, то вскоре прилетает еще миллион ударов, буквально за секунду. Сейчас другой уровень соперников. Хорошо развитых во всех направлениях единоборств. Это и есть я. Через семь месяцев бой за титул в полутяжелом весе. Против абсолютной мощи в лице Джона Джонса. Я говорил это ранее, и скажу еще раз. Он разнес бы любого бойца из любой эпохи. Весе до 93 килограмм. Он неспроста уже много лет держит первое место в рейтинге вне весовых категорий. Скоро его, вероятно, потеснит Камар Усман. Но вернемся к Бору. Витек чуть не оставил без руки Джонса. Как минимум заставил ее очень сильно выгнуться. Не в ту сторону. Но Джонс выстоял, показав, что сделан из чемпионского материала. В следующем раунде у Белфорта по-прежнему не получалось доставать голову Джона. И за каким-то хреном он падал в гард, где ему прилетали костоломные локти от Боунса. В третьей пятиминутке Чемп засадил мощный сайдкик. Витор свалился на настил от боли. А впоследствии снова тянул американца вниз. Видимо, понимая, что в стойке вообще ничего не выходит. А в борьбе есть хоть какой-то шанс повторить выход на болевой. Правда, его сделал в итоге Джонс. И уверенно защитил пояс. Как сильно тебе повредили руку. Честно сказать, я ожидал, что она сейчас ломается. Но стучать не собирался. Я никогда раньше через такое не проходил. Против левшей мне еще много придется учиться. Мама учила меня быть благодарным за трудности судьбы. И воспринимать их как возможности для роста. Сегодня я чувствую себя еще сильнее. Как чемпион, я уважаю его. Сегодня он сражался лучше. И заслужил награды. Победа, поражение или ничья. Вся слава Всевышнему. Аминь. У меня есть все, о чем может мечтать человек. Я дерусь с ней из необходимости. А потому что мне хочется. Жизнь – это сражение. Каждый бьется ради чего-то. Я дошел уже так далеко. И ни за что не остановлюсь. Если он думает, что исход уже решен, то он дурак. Никто не хочет этого больше меня. Никто не тренируется жестче, чем я. Каждый бой для меня титульный. Такова моя философия. Я сделаю все, что требуется для победы. Через четыре месяца Майкл Биспинг. В гостях у Белфорта, в Бразилии. Граф на тот момент чередовал победы и поражения. Он, как обычно, работал больше на количество активности, чем на качество. Питек, в свою очередь, вкладывался в удары и очень хотел попасть с вертушки. Наш герой заставил Майкла поволноваться под конец раунда. Ну а в следующем смог ярко доделать работу. А этого панка, Челла Сонена, не помню, как его там. Вали отсюда! Дэйна, Лорензо, уберите его. Дайте мне снова подраться с Джонсом. Мне нужен этот рематч. Это был крутой хайкик. Сегодня он был лучше меня. Поздравляю, Виторо. Но поверьте, я вернусь на еб***чую вершину. Вы даже сообразить не успеете. Увидимся. Он бывший чемпион и большое имя в нашем дивизионе. Очень взрывной, оформляющий изумительные победы. Но если он не будет осторожен, то сам может оказаться лицом на настиле. Рокхолд феноменальный боец. Большой талант. Для меня честь сразиться с таким бойцом. Страйкфорс, кинг-пин. Лук Рокхолд сделал его про-дебют в 2007-м. Валерий Кенни Райдинг, чемпион 9-й флотч-чемпион Витор Белфорт. И он получил мейн-эвент шоу-кейс. Еще раз здесь сегодня. Через 4 месяца Люк Рокхолд, шедший на серии аж из 9-ти побед в Страйкфорс. Бывший чемпион в среднем весе. Приехал в Бразилию, чтобы громко заявить о себе. Витор не пытался снести голову потерявшему равновесие Рокхолду. Очень уважительный подход к делу. Такая победа ему была не нужна. Сегодня был его звездный час. И Белфорт оформил, возможно, красивейший нокаут в своей карьере. Обратите внимание, он не отводил глаз от цели. Это не случайный удар. Хочу всех поблагодарить. Сейчас я сильнее, чем когда-либо. Витор благодарит свою семью, жену, всех фанатов. И выражает вам уважение. В бою с Вайдманом я буду болеть за Андерсона. Снимаю шляпу, хоть ее и нет. Он круто поймал меня, что тут еще скажешь. Он мотивирован и уверен, как никогда ранее. Это бой двух крутых парней. Кто-то должен доминировать. И это буду я. Витор крайне опасен на ногах. У него большая мощь и скорость. Это будет жесткий бой. Уже третий бой подряд у себя на родине, в Бразилии. Через пять месяцев. Дэн Хендерсон. Как я помню, он тоже был на тестостеронозамещающей терапии. Однако в ТЗТ Белфорда крови было на порядок меньше. Поэтому он буквально снес деда. Охренеть, он его реально подкинул одной левой. Когда кто-то говорит, что вы не справитесь, поверьте, Бог даст вам шанс, целую жизнь, чтобы пойти и сделать это. Это бой между лучшим претендентом и мужиком, который сверг короля. Я хотел получить пояс. Это была моя мечта. Теперь я должен построить свое наследие. Выходя на эти бои, сейчас я точно знаю, что являюсь лучшим в мире. Моя цель – снова стать чемпионом среднего веса. Через полгода битва с Крисом Вайдманом в условиях уже запрещенного ТЗТ. И сразу можно заметить, как это сказалось на форме бразильца. Крис еще подливал масла в огонь и недоумевал, как у 38-летнего мужика тестостерон может быть сильно выше, чем у него, в 30. Белфорд взорвался в бесконечной серии ударов и стало выглядеть так, что он сможет проломить американца. Но Крис выстоял, спустил Витька вниз и буквально вбил его в октагон. Мы знали, что он быстро вымахается. Он смог доставить весомые удары, но ничего, что я бы не встречал на спаррингах. Я знал, что он хочет биться в партере и старался этого избежать. Но сегодня победа за ним. Никаких оправданий. Он был лучше. Когда ты проделал хорошую работу и встречаешь этого человека снова, то ты знаешь, что тебе просто нужно проделать это еще раз. Я воодушевлен возможностью реванша, исправления ошибки, допущенной в прошлом бою. В своем последнем выступлении Дэн всем дал знать, что ядерное оружие в его правой руке по-прежнему на месте. Ридор – это очень опытный разрушитель. Один из самых зрелищных бойцов вне весовых категорий. Через пять месяцев Хендерсон, дубль два, снова в Бразилии. Витек был одним из главных генераторов прибыли в этой стране, за что получал хорошее отчисление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда ты падаешь, но главное – уметь встать. Определенно, он поймал меня хорошим ударом с ноги. Я уклонился прямо ему навстречу. Я осознавал, что происходит. Сегодня я в себе разочарован. Мне нравится драться здесь, перед страстными фанатами ММА. Спасибо вам за поддержку. Я люблю контролировать клетку, темп боя, диктовать его ход, получать удовольствие от процесса. Это приведет тебя к победе. Я был очень рад, когда узнал, что выступлю против Белфорта. Воодушевлен, знаете ли. Если он окажется в партере, то подчинится мне. Как боец, ты должен найти способ победить, желательно нокаутом. Таким образом, я стал феноменом, которого вы знаете сегодня. Через четыре месяца снова в Бразилии. Жакаре Соуза. В последних девяти боях Аллигатор уступил только Йоэлю Ромеро. И то раздельным решением. Витек как-то странно изображал летящее колено. На второй минуте оказался на спине. Однако смог провернуть свип. Но вот со второй попытки Соуза, вцепившись как Аллигатор, уже не отпустил Белфорта без сдачи. Я не выбираю себе легкие бои. Мне нужны вызовы, раскрывающие меня по максимуму. Я в своем расцвете, готов на 100% переехать всех этих ребят. Все очень хотят увидеть наш с Витором бой. У него ноль шансов. Мне нравится Витор, но он у меня на пути. От него нужно избавиться. Через четыре месяца Мусаси. Кажется, послушав его слова перед боем, я понял, почему он мне никогда не нравился. Манера общения неприятная. А еще он зазнавшийся тип. Всегда проигрывавший бойцам из топ-5. Его побеждал Мачида, Аллигатор и даже Юрай Холл. В первом раунде и хорошие моменты были у обоих. А в следующем Гегард сильно потряс Витька хай-киком. И после этого устроил обстрел на запредельных скоростях. Но добить смог только через минуту. Скоро пройдут бои Ромера с Вайдманом и Жакарес с Рокхолдом. С кем из них ты бы хотел подраться? Любой из них имеет смысл. Мне бы хотелось кого-то из топ-4. Я здесь, чтобы сражаться и побеждать. Я ожидаю достойный вызов. Да, в глазах Витора уже совсем не осталось огня. Определенно, я буду идти за финишем. Мне нужно быть сфокусированным. Исполнить геймплан. Всего через два с половиной месяца. Бой против настоящего ветеранища, Нейта Марк Уорта. Правда, в последних шести боях он выиграл лишь дважды. Бой был неторопливым. Нейт положил в копилку тейкдаун. В стойке в первом раунде ничего яркого не было. То ли дело во втором отрезке. Витор напомнил всем, кто тут феномен. Хоть и солидно постаревший. Нейт достойно сражался, но уступил решением. Славы не достигнуть без жертв. Уважение моей семье, тренерам, всем в Канаде. И всем, кто помогал мне в моей карьере. Я не хотел драться все три раунда. Сегодняшним выступлением я недоволен. Я ждал подходящего момента. Мне нужен был всего один точный удар. Что более великий боец, трудно сказать. Майкл Биспинг, я до сих пор жду твоего согласия, мужик. Если ты хочешь завершить карьеру, тебе нужно подраться со мной. Мое путешествие подошло к концу. Поздравляю Мачиду и оставляю свои перчатки здесь. Я в порядке. Сегодня у Лиота отличная ночь. У всей команды. Витор, вероятно, самый красочный пример обхода системы проверки на допинг. Он был заряжен под завязку. У него даже зубы были мускулисты, а его трудовая дисциплина превышала возможности его тела. Поэтому мы увидели такой сильный спад после отмены ТЗТ. На своем зверском пике он, вероятно, был одним из сильнейших средневесов за всю историю. Даже круче Рамбла и Ромеро. Наверное, на уровне чуточку ниже, чем у Адесании и Паука Сильвы в его лучшие годы. Но у меня нет особого уважения к Белфорду. Как я упоминал в начале, Майкл Биспинг после нокаута получил отслоение сетчатки и в итоге потерял глаз. Большинство людей на его месте ушли бы из порта. Но он остался и смог завоевать пояс в уже солидном возрасте. И что особенно важно, на своих порах и силе воли. Такие истории воодушевляют куда больше, чем парни, чья сила кроется в шприцах. Такие сегодня мысли. Пишите, что думаете в комментах, подписывайтесь на канал и услышимся!